Привет, ребят! Новый год означает новый айфон. Так что же Apple приготовил для нас в седьмом айфоне? Пожалуй, самым обсуждаемым стал слух, что в iPhone 7 не будет разъема для наушников. На первый взгляд это абсурд, но стоит помнить, что разъем 1.4 дюйма используется уже очень давно, с 1878 года, а версия 3.5 мм уже около 50 лет. Учитывая то, что улучшить здесь что-либо вряд ли удастся, у Apple возникла другая идея – использовать порт Lightning. Вообще этот порт уже может быть использоваться как разъем для наушников, и уже в продаже имеются наушники с таким коннектором. Philips Fidelio работает путем интеграции части функционала самого айфона прямиком в наушники. Теперь принцип работы несколько иной. Вместо телефона, который был центром управления и посылал сигнал, теперь управление и обработка команд может осуществляться прямо в наушниках. Проблема в том, что все это железо, встроенное в наушники, недешево. Это не конец света для аудиофилов, но в ближайшее время вряд ли появятся доступные наушники, построенные по такому принципу. Большое преимущество – это качество звука. Это не значит, что пропадут сторонние шумы, но даже сжатый MP3 звучит довольно хорошо. При этом Bluetooth наушники становятся все лучше и лучше. Отсутствие разъема для наушников означает больше места внутри телефона, например, для лучшего динамика или большей батареи. Но вы знаете, это же Apple. Вероятно, они будут продавать специальный адаптер, чтобы можно было подключить обычные наушники 3,5 мм к iPhone 7. Как бы дико это ни звучало, но, возможно, дни разъемов для наушников сочтены. Другая важная новость – возвращение 4-дюймового айфона. Большую часть своей жизни модели iPhone имели относительно маленький экран 3,5 или 4 дюйма. С iPhone 6 экраны стали больше. И это разумный шаг. Для большинства пользователей большой экран – это плюс, но также довольно много людей, которые предпочитают небольшие телефоны. Слухи поползли, когда China Mobile скользь упомянули iPhone 7C. Вскоре новость взорвала интернет. Apple до сих пор продает iPhone 5S, так что выпуск его обновленной версии со свежим дизайном и дополнительными функциями типа Apple Pay было бы разумным решением. Учитывая, насколько хороши более бюджетные телефоны у конкурентов, Apple нужно задуматься о своей конкурентоспособности на рынке средней ценовой категории. В отличие от обычного iPhone 7, который, как обычно, выйдет где-то в сентябре, уменьшенная версия, как ожидается, выйдет в свет примерно в марте-апреле. Другой интересный слух – это две камеры с задней стороны. И это не безумие. И хотя патент Apple объясняет, как это работает, но такая технология уже была внедрена раньше. HTC One имел две камеры еще в 2014 году. Там была основная камера и сенсор поменьше, которые, работая вместе, позволяли делать интересные вещи, например, изменять перспективу фото. На iPhone две камеры позволят, например, делать фото расширенного формата во время съемки видео или съемки фотографий в высоком разрешении и прочее. Если это и будет реализовано, то наверняка только на iPhone 7 Plus. Так или иначе, это интересная фишка. Другая особенность, о которой говорят люди – это водонепроницаемость. Над этим Apple работала уже некоторое время. С установкой в iPhone 6s специальных уплотнителей телефон становится водонепроницаемым. Водонепроницаемость – не новинка. На рынке довольно много телефонов с защитой от воды, например, Sony Xperia Aqua за 200 долларов. И это хорошо, когда попав в воду, ваш телефон просто становится немного мокрым, а не выходит из строя. Что более интересно, это слухи о добавлении беспроводной зарядки. И опять, эта функция уже была доступна у некоторых других телефонов, включая Samsung Galaxy Note 5. Он заряжается путем помещения телефона на специальную площадку, которая подключается напрямую к электрической сети. Зарядка может посылать заряд беспровода на небольшое расстояние в катушку, которая находится поверх батареи телефона. Бесспорно, это очень круто, но на деле это не быстрее, чем воткнуть телефон в док-станцию. Bloomberg недавно разместили статью о том, что Apple работает на создание беспроводной зарядки, которая будет работать на расстоянии. Apple уже запатентовала способы интеграции беспроводной зарядки в различные сети. Зарядка не будет быстрой, но представьте, что ваш телефон будет заряжаться при подключении к Wi-Fi. Работа над технологией еще займет год-другой, но это положительно скажется на времени работы от батареи. А что хотите увидеть вы в iPhone 7? Пишите свои варианты в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok